Поехали тогда. Так, ну, что мы хотели сказать? С Андреем обсуждали, что сегодня будет, и решили, что сегодня будет несколько вебинаров, мы начнем несколько вебинаров, посвященных разработке Туду-приложения, для того, чтобы посмотреть немного, что такое дом, что такое REST, как сделать антификацию, что такое Монго, и когда это все мы сделаем, только тогда мы переедем к REST application самому. Ну, а сейчас, как обычно, Андрей пройдет мастер-класс. Да, всем привет. Как Тима сказал, будем мы сегодня разговаривать про REST, что это такое, с чем его едят. И в целом, к концу сегодняшнего занятия, мы будем иметь какое-то приложение, возможно, пока без фронтенда, но будет возможность отправлять запросы на сервер и каким-то образом создавать тудушки, хранить их каким-то образом, пока без базы данных, скорее всего, на файл в системе, ну, как успеем. Окей. Значит, что вообще? Можем сначала... Начнем с того, чтобы показать этот TodoMVC самому сайту и аналог, чего мы будем вообще делать. Да, можно. Что такое TodoMVC? Это такое классическое приложение, на котором все фреймворки, которые претендуют на звание того, что они MV и что-то там фреймворки, они должны иметь все в коробке, чтобы сделать такого рода приложения. Ну, и давайте посмотрим, допустим, Vue.js. Выглядят эти приложения на всех фреймворках абсолютно одинаково. Единственное, что отличается, это... Ну, и суть в том, что у нас есть какой-то список, мы можем добавлять какие-то айтемы. Давай сегодня изучить, не знаю, JavaScript. Ладно, посмотрим, будем. Learn JavaScript. Learn Node какое-нибудь. Node. И что вот мы уже изучили? А, давай мы изучили, что у нас на прошлом занятии было? YesLint. Learn is Lint, и его мы выучили. Поэтому можем нажать здесь, что это выполненный to-do айтем. Вот. Собственно, примерно вот такая суть в приложении. На фронтенде еще это дело все можно как-то фильтровать, смотреть активные, смотреть выполненные айтемы. Ну, в общем, максимально простое. Но для этого максимально простого приложения тоже, в принципе, нужен какого-то рода бэкэнд, как ним, который будет отдавать клиентские файлы, вроде там HTML-страничек или, не знаю, те же JavaScript-файлов. Но это далеко не все. И нам нужно каким-то образом хранить наши эти тендушки, чтобы разные юзеры с разных девайсов могли заходить, смотреть. И все это между девайсами синкалось. Соответственно, просто на клиенте хранить эти данные нельзя. Нужно каким-то образом хранить их на бэкэнде. Ну и давайте вот для... Самое простое хранилище — это просто файловая система. Давайте сделаем здесь папочку data. И будем хранить их в таком формате, как JSON. Пока мы сделаем просто для, грубо говоря, одного юзера. Позже можно будет это переделать, чтобы поддерживать большее количество юзеров. Ну и, собственно, в этом JSON будет лежать коллекция тудушек. Каждая тудушка будет выглядеть примерно вот таким вот образом. Она будет иметь какую-то айдишку, неважно по какому принципу сгенеренная. Дальше. Что у нас тут на UI? У нее есть какой-то текст. Ну и давайте назовем это более абстрактно content, потому что теоретически может быть не только текст, но там какие-нибудь attachment вроде картинок или там еще чего-нибудь, неважно. Пока пусть это будет текст. Ну и давайте будет там learn JavaScript. И что еще? Что еще? Состояние какое-то выполнено или невыполнено. Это, соответственно, boolean. Вот примерно вот таким вот образом будет выглядеть объект тудушки. И теперь вопрос, как с этим делом работать, как, допустим, для начала отдавать с сервера на клиент вот эти данные. Ну и давайте вернемся в наш индекс.js и посмотрим, что у нас есть. У нас есть какой-то здесь вот road под названием calc, который умеет считать числа. Давайте сделаем, пока его оставим, пусть будет. Давайте сделаем еще один, который назовем todos. Что этот road будет делать? То есть обработчик запроса на такой путь, он должен отдавать все тудушки. Соответственно, что здесь можно сделать? Node.js, функция require, она умеет не только require модули, которые написаны в JS, но и JSON файлы тоже. И он автоматически еще раз парсится. То есть мы можем сделать вот такую штуку, что наши тудушки это нужно зареквайрить из папки из какой папки? Из папки data to do JSON. И пока вот если линд ругается, говорит, что require должен быть только в самом верху, но мы пока его немножко приглушим, сделать это можно вот таким вот образом. То есть если линд, конечно, молодец, он подсказывает, но иногда бывают случаи, когда если линд помолчу, я знаю, что я делаю. Можно это делать вот таким вот образом, ставить comment если линдизейбл лайн. И что, соответственно, дальше? Мы дальше должны отдавать этот JSON в response, в объект response. Окей. Теперь как это протестить? Ну, для начала вообще нужно запустить сервер. mpm start. Логично. Что тебе не нравится? Да, в package JSON не поменялся путь. src.server. Окей. 3000 порт у нас. И что здесь можно сделать? Можно просто для начала в консоли посмотреть, работает это или нет. И сделать fetch запрос на to-dos. Смотрим, что у нас в респонсе. Ну и в респонсе действительно пришло то, что у нас лежит в файловой системе. Вот этот массив с одной тудушкой. Но постоянно в консоли писать какой-то код, это не всегда удобно. Поэтому есть такая штука, называется postman. Это приложение, которое позволяет как-то по-быстренькому протестить ваш бэкэнд. И в частности, тот же самый бэкэнд наш для to-do mvc можно протестить при помощи postman. Что эта штука позволяет делать? Сюда вбивается давайте новое. Сюда вбивается адрес, на который мы шлем запрос. В данном случае это у нас localhost to-dos. Здесь можно в хедере еще указывать какие-то дополнительные параметры в хедере HTTP запроса. Можно какую-то авторизацию сделать тоже одним из HTTP методов. Но в нашем случае ничего не нужно, поэтому можем просто отправить запрос. И вот у нас сразу же в ответе есть этот JSON. То есть вот таким вот образом достаточно просто можно тестить бэкэнд. Теперь давайте поговорим в принципе о том, что такое REST. Хотя нет, еще один такой момент есть. Давайте предположим, что наша вот эта импровизированная база данных на файловой системе, допустим, что кто-то у нее добавил еще одну тудушку. Здесь у нас что у нас Learn Node. И сделаем запрос еще раз. В ответе у нас пришла все еще одна ID. Почему? Давайте смотреть, почему. можно в принципе это дело продебажить. Inspec. Хотя можно просто с Inspec. Ставим breakpoint. и в Postman еще раз делаем запрос. Теперь у нас две тудушки. Давайте еще раз это дело обновим и удалим одно. Еще раз делаем запрос. Все еще две тудушки. Только почему-то не ставится breakpoint здесь. Странно. Еще разок. давайте попробуем с фетчем. Запрос pending сфетчем. Вот они. Странно. Почему не заходит он сюда. сфетчем. Давайте conserve оконт next time. Еще раз Fetch. В консоли лог есть, bringpoint почему-то не стоит, ну, какая-то фигня, короче, с дофтулами, наверное, не стоит тратить на то время, чуть позже с этим разберусь, и, собственно, в чем вообще была суть, ладно, мне все-таки это что-то не дает покоя, есть идея, что это какая-то вернута с нодом. Поэтому давайте переключимся на другую версию. Еще разок. Fetch. Да, действительно, что-то не так с 11-ой ноды с дофтулами. Окей. Поехали сюда, ввелся консоли лог. Теперь смотрим. ToDoS у нас undefined. Отрабатывает функция require, нам возвращается массив из нашего одного элемента. Теперь давайте вернем вторую ToDoS сюда. И сделаем еще один запрос. И смотрим. ToDoS у нас undefined переменная. И давайте зайдем, посмотрим, как вообще работает функция require. Заведем сюда. Есть какие-то проверки на то, что все правильно передано в плане параметров. Дальше вызывается еще какая-то функция. Неинтересно. Дальше мы должны понять, какой же нам конкретно нужен файл. То есть, смотрите, у нас изначально был путь, который был передан прямо в JS. То есть та же самая строка. Но это все потом превращается в его непосредственно путь в файловой системе. Дальше вот такая вот интересная штука происходит. Есть кэш. Это объект, в котором лежат абсолютно все модули, которые были зарекварены во время работы приложения. И, соответственно, наш JSON, вот этот ToDoS, он возьмется из кэша. Именно поэтому у нас, получается, теряются вот эти апдейты. То есть, почему во второй раз... Давайте вот здесь продолжим. Посмотрим в Postman. В Postman вернулась одна тудушка. Хотя, на самом деле, вот здесь в ToDoS JSON их две. Это происходит из-за того, что require, он кэширует все модули, которые рекварятся. И поэтому вот этот кэш потерялся. Поэтому можно это дело переделать. И постоянно делать чтение из файловой системы при помощи модуля UFS. Делаем... И того, если лин был прав, да, что не разрешал тебе использовать require? Да. Типа того. Значит, делаем read файл по такому пути. Дальше у нас, возможно, возникла какая-то ошибка. Но если нет, то здесь все будет окей. Соответственно, если error делаем, допустим... Пятисотая ошибка. Что-то пошло не так. И иначе возвращаем в JSON. То, что нам пришло в data. Но data это строка. Ну, в принципе, наверное, можно ее туда и передать этой строкой. Не уверен в API. В API экспресса. Но еще нужно указать, что нам нужно... В определенной кодировке... Третий это параметр. Нет, не третий. Ну, ладно. Окей, давайте посмотрим, что из этого дела выйдет. SendPostMoney. InternalServerError. Почему у нас InternalServerError свалился? Потому что, судя по всему... Попали вот сюда. Давайте еще увозить в консоль нашу ошибку. Не видит такого файла. Почему ты такого файла не видишь? Давайте попробуем сделать вот то же самое, что делает require под капотом. Сделаем path-resolve. То есть превратим относительный путь в абсолютный. И сделаем это при помощи модуля path. В котором есть, на самом деле, еще куча всего для работы с путями. Именно в файловой системе. Но один из вот интересных это resolve, который превращает путь к какому-то Node.js модулю, либо просто какой-то путь относительный в абсолютный. Ну и выведем еще. Таким с указом с логом. Файл name. Окей. Еще раз сендим. Ищет он не в той папке. То есть я нахожусь тут еще две папки. Должно быть. Почему так происходит? Потому что я сделал команду npm start. Вот сейчас ради интереса можно еще сделать то же самое, только не npm start. А явно вот так вот. SRC server index.js. Send. Terminal server.roll. Нет, то же самое. Почему require это дело за resolve? А когда мы это пытаемся делать через fs-read файл, почему-то получается другая папка. Потому что require учитывает положение файла в файловой системе. И, соответственно, ищет относительно положение этого файла, из которого был сделан require. В file name же модуль, когда исполняется код, он ничего не знает о положении файла, непосредственно в файловой системе. И поэтому берется текущая директория, в которой был запущен процесс Node.js. И уже вместе с этой текущей директорией, получается, относительно этой директории, дизолвится вот этот путь. То есть мы выходим на две директории выше, оказываемся где-то вообще вне той папки, в которой мы сейчас работаем. Соответственно, там этого всего нет. Но в Node.js есть две переменные, которые доступны в каждом фод-модуле. Это дирнейм и файлнейм. Давайте вот их еще можно вводить в консоль лог, например. Дирнейм и файлнейм нам интересны. Перезапустим, отправим. Ну и вот, соответственно, дирнейм это имя папки, в которой лежит файл, в котором, собственно, это переменная. Переменную мы запрашиваем. А файлнейм это имя файла, в котором этот код находится. Соответственно, мы можем делать вместо вот здесь пасс-режелл, мы можем соединить два путьа. Нам интересен тирнейм и вот этот вот относительный. Ну и вот сейчас уже, по идее, должно быть все окей. Да, действительно все окей, но только в ответ нам пришла какая-то ерунда, а не тот JSON, который нам нужен. И произошло это почему? Потому что по дефолту read-файл возвращает данные в виде буфер. Поэтому нам нужно перевести его к строке. Ну и вот сейчас пришла тоже какая-то ерунда. Почему? Потому что здесь у нас строка. Respond JSON у экспресса. Давайте посмотрим, в принципе, можно. Нету здесь исходников. Ну ладно. В общем, response JSON, он сделал JSON stringify еще раз. И поэтому за stringify строку. Поэтому нам нужно здесь сделать не то стринг, а, видимо, то JSON. Нет, в целом какая-то ерунда. Тогда давайте к toString и JSON parse. Здесь получается такая лишняя работа, потому что сразу мы прочитали файлы с файловой системы, привели его к строке, JSON распарсили, но прямо в ту же минуту. И экспресс, чтобы передать эти данные по нетворку, сделал обратно JSON stringify. То есть здесь получается ненужный кусок работы. Как это можно обойти? Вот, теперь все у нас работает. Тушки есть. Давайте еще раз убедимся, что если мы обновим их в файловой системе, то в ответе они тоже будут обновляться. Could not get any response. В чем проблема? Потому что здесь не валидный JSON. И сервер у нас крэшнулся. Так, одна. Возвращаем вторую. Еще раз запрос. Теперь две. Все, теперь все работает как надо. Ну, единственное, что вот здесь вот получается двойная работа. Окей, давайте попробуем не делать JSON парс. Потому что парс идет дальше, идет сразу stringify. И вместо метода JSON будем использовать write, который просто пишет данные в response. И дальше нам нужно response еще сделать ему вот так. То есть закрыть, чтобы мы все данные уже записали. Управляем. И вот здесь, наверное, заметно, что потерялась в постмане подсветка. То есть он не понимает, что это JSON, воспринимает это просто как текст. И это происходит потому, что метод press JSON у экспресса, он еще добавляет... Добавляет header. Я, если честно, не очень помню. Ну, вроде это и тот метод. Поэтому нам нужно здесь показать, что content type. Это у нас как раз таки вот этот mime type, о котором мы говорили на два занятия назад. И это означает, что у каждого типа данных есть какой-то свой mime type, который указывается в content type в заголовке HTTP запроса. Делаем еще раз. И вот теперь уже все окей. То есть мы действительно отдаем JSON, но не делаем вот этой двойной работы. Но нам пришлось ручками добавлять этот header, чтобы объяснить клиенту, что мы отдаем JSON. Окей, собственно, получение тадушек у нас, в принципе, есть. Но иногда еще хочется не только их получать, но и записывать. И вот в целом, как построена коммуникация с сервером с точки зрения крат-операций. Что такое крат-операция? Это крат вообще, в целом, что это такое? Это аббревиатура... Вот так вот она пишется. Крут. Это аббревиатура от create, read, update, delete. И, собственно, прямо вот в Википедии приведены примеры, что, например, в SQL, чтобы создать, нам нужен insert, почитать, select, редактировать update, удаление, delete. Но в HTTP протоколе у запросов есть такая штука, как метод запроса. И дефолтный это get. То есть, когда мы запрашиваем какую-то страницу в браузере и просто открываем тот же самый вот в Google, то вся статика, она тянется при помощи кетов. Но и для асинхронных запросов тоже можно эти методы указывать, что мы делаем пост метод, get, put или delete. И для этого в экспрессе тоже есть свой эквивалент. То есть, вот здесь вот мы написали точка get, потому что мы хотим сказать, что обрабатываем конкретно get запрос. Теперь давайте обработаем, например, пост в to-dos. И что он будет делать? Он будет добавлять новую to-душку в нашу эту коллекцию с to-душками всеми. Окей. Давайте для начала сделаем просто вот такую штуку. Проверим, что все работает. Вот. Здесь добавим get. И посмотрим. Значит, делаем send на to-dos с методом get. Получаем в консоли get. Меняем здесь метод на post. Делаем send. В консоли post. В post мне ничего. Все еще висит loading. Почему? Потому что запрос пришел вот именно в этот обработчик. И здесь никаких манипуляций с объектом респонса не происходит. Ну и давайте для начала сделаем просто, что у нас все окей. Все хорошо произошло. Типа просто пустой респонс со статус кодом 200, который означает, что операция была завершена успешно. И вот теперь видим, что вот все, у нас пришло 200 ок. Но в отличие от get запросов, в post запросе можно еще передавать какие-то данные. То есть в get запросе их тоже можно передавать в query string. Это мы делали, когда работали с нашим калькулятором. То есть мы же передавали какие-то числа в оператор на backend. И мы это делали при помощи самого чего? Вот этого объекта query в объекте request. Но в объекте request, express, да, еще раз напоминаю, что это библиотека. Это не встроенная функциональность Node.js. Это все уже навернуто над встроенной функциональностью в библиотеке express. В объекте request есть такое поле, как body. Ну и давайте еще его выводить. Делаем send. И в body у нас undefined, потому что в данном случае мы ничего не передавали. Давайте переключимся на вкладку body. И что мы здесь будем делать? Нам нужно передавать какие-то данные в нашем фотосопросе. Ну и давайте это будет какой-то наш JSON. Текст. Только вот единственное, что. Что-то я не вижу здесь JSON. Что за бред? Вот он. Значит, данные на сервер можно передавать тоже в нескольких форматах. Когда мы, например, нажимаем кнопку submit на форме какой-то в браузере, это передается в form data, либо в form URL encoded. Но когда мы общаемся при помощи JAG-запросов с сервером, то, наверное, нам удобно работать с JSON. Потому что у нас в JSON есть JavaScript объекты, которые легко сервизуются в JSON. Почему бы прямо его на сервере не передать? Ну и давайте сделаем вот такую штуку. То есть добавим. Будем передавать на сервер. Вот ровненько точно такую же тут дужку. Только немножко помодифаю. Что у нас там было? Что у нас там было? Learn YesLint. Окей. Давайте учить YesLint. Делаем send. И смотрим в консоль. Все еще undefined. Почему? Потому что сервер не перезапускался. Не перезапускался. Он живет и не дефайнд. Окей. Давайте разбираться, в чем может быть проблема. Что-то, если честно, даже нет идей, в чем может быть проблема. Возможно, что-то не так конкретно в том, как эти данные отправляются. То есть, возможно, они и не отправляются. Поэтому давайте вот по-быстрому это проверим. Может, клиент? Что еще раз? Может, клиент вообще напишем и стримки отправить. Отправить. Сливая, типа? Но. Ну, с консолей, грубо говоря. С консолей? Ну, давай с консолей попробуем. Так. Значит, нам нужен fetch. Опять-таки на to-dos. Но с определенными штуками. С определенными параметрами. Мы хотим при запросе на backend при помощи fetch'а еще сделать пост каких-то данных. Значит, нам нужно указать... Что нужно указать? Нам нужно указать, что мы хотим использовать этот пост. Какая-то странная здесь... Какая-то здесь странная будет. Ну, ладно. Значит, мы передаем точно так же хедеры. Указываем, какой тип данных мы передаем, чтобы сервер мог тоже понять, как их распарсить. И дальше мы передаем вот такой вот джейсон. Ну, и, собственно, вот. Пошел у нас fetch. В нетворке видим, что... Действительно, в payload-е запросы были все эти данные. То есть, они на сервер ушли. Давайте смотреть в консоль. Но они не пришли. Где они потерялись? Давайте дебажить. Node.inspect.src.server.index.js. tx.dev-tool.y. Наш index.js. И идем вот сюда. Так. С консольки еще раз делаем. Fetch. Ну, и давайте смотреть, играться с нашим вопросом. Request. Что у него здесь есть вообще? Какие у него есть свойства? У этого объекта запроса. В хедерах видим, что да, действительно, вот эта вот информация, что мы передаем джейсон, пришла. То есть, с запросом все окей. tx. Но данных нет. То есть, объекта body нет. Почему это может быть? На самом деле, есть идея в том, что экспресс сам по себе еще должен знать, каким образом ему нужно обрабатывать те данные, которые к нему пришли. то есть, он должен каким-то образом понимать, что, когда приходит джейсон, ему нужно сделать джейсон парс. И дальше, соответственно, передавать в свойства body объекта request уже распаршенный джейсон. Ну и давайте, собственно, его установим, только будем использовать не npm, а yarn. Тут ты вот ставишь body parser, да, Андрей? Да. Ну, а сам body, то есть, грубо говоря, грязное тело запроса, его все равно не видно. Ну, экспресс, получается, без body parser его игнорит, но теоретически можно до него достучаться, то есть, в объекте request... Где он тут? А, уже отвалились до втулы. Сейчас. Еще разок. Я могу показать, как это делается обычным HTTP-сервером, то есть, в объекте request-экспресса оригинальный объект Node.js-овский request-а, он тоже есть. И, соответственно, можно вот такую штуку сделать. Давайте сделаем по-быстрому. HTTP... Ё-моё. А что ты мне рассказываешь? Не хочу. HTTP... Require HTTP... Create Server... Здесь у нас приходит request... И, на самом деле, объект request HTTP-сервера — это ивент-эмиттер, то есть, у него есть метод-эт-листнер. И одним из ивентов является дейта, в который будут приходить, собственно, данные, которые мы отправили. То есть, данных может быть много, да, а нетворк медленный. И, соответственно, эти данные не могут прийти все сразу, они приходят постепенно. Поэтому они какими-то кусками приходят как содержимое объекта ивента с именем дейта. То есть, объекта request, есть ивент дейта. И вот он туда приходит. Куски данных, которые мы отправили на сервер. Если данные влезают, допустим, в один какой-то чанк, то они, собственно, сразу же и придут. Окей, давайте здесь сделаем, объявим, что у нас body — это пустая строка. И чтобы понять, что действительно все данные уже пришли, у объекта request есть ивент-эмиттер. И вот, собственно, вот здесь мы можем делать, допустим, консоль log body. А вот здесь мы будем делать на каждый кусок данных эта строка, будем предполагать. Соответственно, мы будем просто конкортинировать его из body. Вот, давайте запустим вот такой вот, что-то типа сервер простенький. Делаем постманом send. И видим, что вот, вот наши данные, собственно, и вывелись. И, ну, экспресс, да, вот такой код постоянно писать, как бы, ну, такое себе, не очень прикольно. Поэтому экспресс это дело облегчает при помощи модуля body parser. Добавляем body parser. Снова ругается нам ноду он что-то. Давайте я вам поставим. Body parser. TX, где там он? Вот он. Ну и посмотрим, как его использовать. Есть такой example. Вот, есть. То есть body parser, я уже немножко упоминал на одном из занятий предыдущих про такое понятие, как middleware. То есть каждый запрос и request, и response, в смысле, проходит через все функции, которые мы передаем в метод use объекта application, созданного при помощи экспресса. То есть прежде чем запрос попадает вот сюда, в to-dos, либо вот в этот to-dos, либо в call, он проходит через все вот эти юзи. Ну и можно вот одним из этих, и эта функция называется middleware. И вот одним из middleware можно сделать как раз таки body parser, который будет смотреть, что, ага, у нас метод запроса был post, значит, в нем есть какие-то данные, поэтому надо, наверное, эти данные прочитать и добавить в объект body перед тем, как вызывать обработчик соответствующего роута. Окей, теперь body parser нам нужно зарекварить. И HTTP нам больше, в принципе, не нужен. Ну, то есть вот body parser JSON, значит, что мы теперь все реквесты ожидаем, что там JSON? Нет, это не означает, что мы все... Ну, то есть получается, смотри, я про то, что body parser JSON, мы вызываем метод JSON, ожидается, что оттуда вернется какая-то функция, которая будет вызываться для каждого реквеста, и если там application.json, content type. Да, если там application.json, в смысле, и метод post, то тогда он будет parser JSON, собирать его и добавлять в объект реквеста свойства body. Вот тогда оно появится. Ну и вот теперь уже, по идее, этот консоль лог должен выводить. Выводить. Окей. Так, start. Post monom.send. И вот у нас, в конце концов, мы добрались до этого объекта body. Окей. Соответственно, что мы с этим объектом body можем сделать? Мы можем его записать в наш файлик с татушками. Для этого нам нужно сделать что? Нам нужно изначально вообще прочитать. Поэтому давайте сделаем отдельную функцию. ReqToDose. Которая будет сделать вот такую штуку. Еще можно сделать эту функцию, в принципе, асинхронной, чтобы использовать await, а не callback передавать. Тогда отсюда нужно будет вернуть... Тогда, ладно, если уже все равно возвращаем, то не async. Ладно, пусть будет async. Соответственно, нам нужен promise. Создаем новый promise. Это дело переносим вот сюда. И вместо вот этих вот штук мы в случае роров будем вызывать reject. А если все хорошо, то, соответственно, resolve. Дальше. Wait promise. Turn data. Так, что тебе тут нравится? И дальше эту функцию мы будем вызывать вот здесь. Только все это дело... Соответственно, эта функция тоже становится асинхронной. Это дело оборачивается в tryCatch, потому что если там было что-то плохо, то await выкинет ошибку. И мы попадем вот сюда. Соответственно, здесь мы делаем sendStatus 500. Здесь мы делаем то же самое. И здесь не забываем toString. Ок. Это дело переписалось. И теперь, соответственно, вот здесь, в косте, мы можем сделать примерно то же самое. Читаем tudушки. Если что-то пошло не так... В конце нам нужно еще здесь сделать вот так. Если что-то пошло не так, делаем setStatus 500. End. И здесь, соответственно, в tudушки мы можем добавить ту, которая пришла в боди реквеста. То есть делаем tudus push request body. И дальше нам нужно, соответственно, записать эти tudушки. Значит, нужна функция какая-то writeTodos, которая будет делать, что она тоже будет асинхронной. Принимает какие-то tudушки. Так как это массив просто javascript объектов, а мы можем записать строку, то, соответственно, приводим к строке json-stringify. Дальше вот эта штука нам нужна его в writeTodos, поэтому можно вынести наверх и обозвать его там как-нибудь... fastTools.tools.file, что-нибудь такое. И, соответственно, здесь мы можем сделать опять-таки promise, в меню promise, resolve reject. fs.writeFile, куда мы пишем в fastTools.tools.file, что мы пишем в нашу строку. Давайте переименуем, сделаем это data. Пишем data, и здесь, соответственно, то же самое. Если у нас какая-то произошла ошибка, то reject. А иначе resolve... Ну и тут никаких данных нет. У нас просто все прошло хорошо. Ну и, соответственно, здесь нам тоже нужно сделать await promise и подождать, что действительно запись у нас произошла. Окей. Собственно, пост у нас примерно готов. Можно пробовать тестить. Не факт, что он готов. Это на сто процентов. И сто процентов правильно работает. Значит, смотрим. Здесь у нас две тудушки. Делаем у нас здесь пост. В смысле, send. В смысле, send. И упадает internal server error. Что пошло не так? Давайте смотреть, что пошло не так. Опять-таки. Опять-таки. Node inspect. Сердце. Сердце. Индекс. Открываем. 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 Идем вот сюда. Что у нас здесь? Отправляем запрос. Попатываем вот сюда. Читаем тудушки. Реквести . Вот у нас лежит еще одно. То есть запихнули туда. То есть, мы запушили в рубнове файн. Получается. А он, зараза, не пушится. Почему? Потому что readToDose нам возвращает в резолуве у нас 100k где сделали awaitPromise, вернули data toDose undefined странно. Еще разок, что-то я не понял прикола. Отправляем readToDose. Поехали читать. Заходим вот сюда. Ошибки нету. data toString. Давайте посмотрим, чему это равно. Это наши две тудушки. То есть здесь visual все приходит. Идем сюда. data лежит действительно строка. Она вернулась. Где упала ошибка? Непонятно. Окей, еще раз. А, я не там breakpoint поставил. Здесь интересно. Прочитали тудушки, вернули данные. Да, не в ndefine мы запушили, а получается в строку. А нам нужно это дело все еще раз парсить. текст. Значит, здесь нам нужен. вот такая штука. Смотрим еще раз. Отправляем. И вот у нас обновился этот файл. И jsonstrangify по дефолту ничего не подставил. Давайте, чтобы было удобно читать этот файл. Добавим. Добавим в write-todos. Что мы в него добавим? Мы в него добавим в jsonstrangify, что мы хотим добавлять indentation. Еще отправляем. Смотрим наши тудушки. И вот они красивые. Здесь вот есть два таких дубликата, потому что отправили, в принципе, одно и то же. Вот, собственно, операция create у нас уже готова. Но есть одно но. Возможно, вы заметили, что read и write, они, в принципе, у них содержание то же самое. Ну, можно сказать, что практически идентично. То есть это, грубо говоря, копипаста вместо read-файл ввязается в write-файл. Сделано это для того, чтобы не передавать кулбеки, а использовать promise или sync-await. Но это тоже не очень интересно. постоянно вот так вот оборачивать свои какие-то кастомные обертки. Поэтому на самом деле есть модуль называется mz. который оборачивает api.js в promise api. то есть эти обертки уже написаны, грубо говоря, там. И на самом деле, по-моему, node.js api fs promise так. Уже прямо в самом node.js, только в какой-то версии постарше. это все это все еще экспериментальный api. но но уже, в принципе, есть он и в коре, и он есть с десятой версии node.js. но у меня пока она девятая, есть единство, но с ней не работает dev2.js. поэтому давайте хотя давайте оставим все как есть. В принципе, нам эти двух функций хватит для жизни дальнейшей. Но в целом, да. Вот. Будьте в курсе, что есть модуль вот этот, который оборачивает в promise core-node api. text. Подсказывание тут, оказывается, в чате, что было не так в поде. Я этого не заметил. Так. Что нам дальше нужно? create read у нас есть. Теперь нам нужен update и delete. Ну, давайте, собственно, сделаем простое что-нибудь. Delete типа Значит, мы опять-таки идем на тудус. Здесь у нас тоже асинхронная штука. Request Response. Тут происходит все ровненько то же самое. Мы должны прочитать все тудушки. Здесь достаточно такой стандартный boilerplate. за одним исключением, что здесь нам нужно, соответственно, из тудушек выкинуть ту, которую мы хотим удалить. То есть, делаем фильтр. Предположим, что у нас есть какая-то айтишка, которая сюда приходит чуть позже. как она сюда приходит. И вот именно с такой тудушкой айтишку нам нужно удалить. То есть, мы фильтруем, что свойство айти у тудушки не равно вот этому айти, которое мы передали сверху. И, соответственно, дальше мы делаем опять-таки запись этих тудушек. Теперь нужно разобраться, откуда вот эта айтишка получается. Обычно то есть, REST API он выглядит вот так. То есть, есть какой-то метод get на какой-то road. Есть post. Но есть еще вот такие вот штуки, типа слэш и по айтишке. То есть, мы to do's это какая-то коллекция. И для работы с определенной коллекцией мы используем слэш to do's. Но для работы с каким-то конкретным документом из этой коллекции мы добавляем еще один слэш и айтишку этого документа. Вот. И когда мы вот таким вот образом передаем двоеточие айди в в road, который передается там в какой-то обработчик типа post, put, delete, то в объекте реквеста появляется дополнительная то есть оно там в принципе всегда есть. Ну, в общем, есть у объекта реквеста объект парамс, в который все вот такие вот штуки будут добавляться. И вот это имя, которое мы передали в строке, оно будет ровненько так же называться вот здесь. то есть если бы мы здесь назвали name, то здесь это было бы name. Но нам здесь интересна айдишка. И на самом деле можно передавать их несколько. И айди, и name, и что угодно. Андрей, то есть получается айди, айди тудушки будет прямо в урле, да, который мы хотим удалить. Да. Типа того. Ну, 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 сервер ждает именно, что у нас будет delete запрос, да? Да. Я про то, что был такой классный баг раньше в Trello, по-моему, или где-то. Такой же механизм, то есть в урле по определенному, если сделать запрос по определенному адресу, удалялся to-do-item. И был прикол в том, что Chrome в background-режиме кэшивал все страницы и все урлы, которые находил, он загружал еще до обращения к ним. То есть пытался их предупредить туда до открытия. И в итоге снес там часть... Часть тудушек. Часть тудушек. Да, часть тудушек как раз. Там какой-то косяк был. Они ее гето, что ли, обрабатывали с айдишками? Ну, видно, да, они гето обрабатывали. Ну вот, видите. Неправильное использование REST вредит вашему здоровью. Соответственно, здесь у нас delete, айдишка. Давайте проверять, работает оно или нет. Опять-таки пост вам. А, ну и еще было бы, наверное, неплохо вот эти айдишки поменять на что-то уже более адекватное. Причем просто на какую-то фигню. Поэтому давайте вот так вставим их три. И, допустим, будем делать вот что. Будем. Соответственно, у нас нужен delete. Tudus. И, например, хотим удалить вторую. То есть делается запрос на url localforce 3000. Slash.tudus. Slash.2. Метод delete. Сделаем send. В response почему-то пришел html. Внезапно. И ничего не произошло. Text. Еще раз send. И вот теперь все окей. Видимо сервак опять-таки был неприсопущен. Ну и видим, что джейсон наш поменялся. Вторая дишка исчезла. А, вторая тудушка. Ну и, наверное, последнее, что осталось. Это update. Он будет очень похож на delete. Тоже Tudus по ID. Из параметров достали ID. Только здесь нам нужно, соответственно, найти ID. Тудушку с такой ID. Тудушкой. И сделать вот что. Значит, нам интересен... Мы знаем, что у нас есть поле content. И из done. И из done. Body request. То есть... Пут метод. Который... Занимается тем, что обрабатывает апдейты. Он является каким-то таким... Чем-то средним... Между постом... Ну, точнее, он похож на пост тем, что... Он тоже забирает из body, но забирает, например, не весь документ, как в случае с постом. И... Прямо целиком его записывает. Но какие-то только конкретные поля. Например, мы знаем, что нам нужно обновлять только контент и из done. И, на самом деле, вот здесь тоже было бы неплохо это сделать. Потому что сейчас... Наш пэкэнд, получается, все, что ему прислали, он все и запишет. Поэтому давайте вот здесь немножко... Сделаем... Вот такую штуку. То есть мы говорим, что мы хотим только в споле контент, только из done и айтишку забирать. И явно создавать вот такого рода объект. То есть если что-то лишнее попытается запихнуть, мы это просто заигнорируем. То есть... Ну, либо это можно вообще посмотреть, что строго соответствует вот такой схеме. То, что передали. То есть что нам пришли те данные, которые мы ожидаем. Если там что-то лишнее, можно сказать нет. Ну, либо про инор изобрать то, что только нужно конкретно здесь. Ну и, соответственно, айтишку мы апдейтить не можем. Потому что она должна быть какая-то уникальная и являться идентификатором. И вообще, по-хорошему, она должна генериться бэкэндом. То есть можно вот здесь, например, сказать, айтишку мы берем и записываем, например, в какой-нибудь массовом дом. В айтишку. И, соответственно, вот здесь, что нам интересно, мы нашли ту дужку. В ней, соответственно, обновляем контент. И то, что нам пришло из данных. Но тут тоже все, на самом деле, не так гладко. Потому что, может быть, апдейтнуто что-то только одно. Соответственно, если у нас это не undefined, то делаем вот это. Можно было бы еще проверить то, что тип данных совпадает. То, что если мы ожидаем контент строку, то пришла конкретно строка. Но это просто пример, который в любом случае так бэкэнды строить не стоит. Поэтому, в любом случае, мы будем использовать базу данных. Поэтому делаем вот что-то такое наивное, максимально простое в демонстрационных целях. Пожалуйста, не повторяйте этого дома. Хотя повторить сразу, в принципе, можно для закрепления. Так, и, собственно, put наш будет обновлять ID. Смотрим опять-таки. Значит, мы, допустим, хотим обновить. Второй ID у нас уже нет. Обновим первую. Допустим, мы скажем, что она выполнена. И сделаем is done true. Отправляем. И получаем вот такую хрень. Мы перезаписали вообще всю коллекцию одним документом. Почему? Потому что кто-то накосячил и переопределил todos. А нам нужен конкретная todos. И конкретно ее обновлять. Ну и тут, если нет ругается, что временно с таким названием объявлено выше. Поэтому давайте вот эту переимендуем в to do update. Вот такую штуку. Окей. Смотрим обратно наши фидушки. Обновляем первую. Из done true. Но почему-то из done стала true третья, а не первая. Любопытно. Давайте вернем здесь false. И пойдем обратно дебажить. Так. Где наши F2? Вот они. Нам интересен put. Send. Смотрим. IDшка у нас единичка. Так. Здесь предпоинт вам не интересен. Эх. Попал я туда, куда хотел. Ладно. Еще разок. Вот наши татушки. 1, 3. ID равно единице. Да. Здесь не равно, потому что стоит. Вот к чему приводит copy-past. Copy-pastить не стоит. Так. Опять таким. Пьем start. Возвращаем здесь false. Тестим постмане. Send. Обновилась первая IDшка. Ну вот, собственно, какой-то такой вот простой пример REST, который работает с JSON-файлом, который лежит в файловой системе. Он готов. Но в чем его минусы? Ну, я думаю, тут, в принципе, заметно, что много в чем. И так понятно. Да. Здесь сплошная копипаста. То есть все делается как-то реально копипастой. Плюс, если будут одновременно идти и несколько запросов. Один, допустим, на delete, а второй на get, то может произойти что угодно. То есть еще нет. На delete и на post. То есть на write операции какие-то. У нас есть вот здесь write-to-do's и вот здесь write-to-do's. И кто последний, тот и, собственно, молодец. Тот и записал. То есть потеряются какие-то апдейты. И вот в целом, там, очень, там, ладно, не то чтобы очень, но, в общем, много историй я слышал про Node.js и базы данных. И в EPUM есть проект, который, в общем, Node.js работает не как сервер какой-то, который стучается с браузера, а как сервер, который работает локально на приставке к телевизору. Я думаю, уже что-то слышали об этом проекте, возможно, слышали. Дима, рассказывал ты про этот проект, знаменитый наш, нет? Не, я не рассказывал еще. Еще раз. Ну, в общем, да, есть вот такой проект. Это вообще можно рассказывать или я сейчас там нарушаюсь? Да, можно иду. Ну, в общем, да. Уже пять лет рассказываем. Да. В общем, и там база данных с точки зрения соображений быстроты, быстродействия этой базы данных сделали самописную на файлах, на JSON. Вот примерно то же самое, что выглядит, только чуть умнее со всеми обработками как раз-таки вот таких случаев, когда одновременно там и read и write, то есть делали локи какие-то. Ну, в общем, вывод из всей этой истории, самописная база данных это нет, сразу нет. Слишком много там возникает нюансов и лучше на это дело с самого начала забить и использовать что-то нормальное. Вот. Может быть, сегодня нужно будет чуть-чуть пораньше закончить, может быть, по этой части есть какие-то вопросы. Давай соберем тогда вопросы в Slack до следующего раза и потом уже начнем с рефакторинга и переделывания на вариант. Окей, окей. Хорошо. Договорились. Чуть раньше закончить, когда следующий будет в среду. Да. Все, всем спасибо. Да, все, всем спасибо за внимание. Всем пока. Пишите вопросы сюда, если они есть. Пишите вопросы сюда, если они есть. За кадром. Пишите вопросы сюда, если я вам покажу. Да. Не так. Ребята.